Во-первых, могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Поэтому я человек беспокойный, неспокойный человек, ответственный человек. Наслаждайся целый год садиком, потому что ты там спишь, играешь, еще что-то. Хочется снимать и снимать, не могу остановиться. Тут такая молния прям сильная была. Всем привет, девочки! Начинаю новое видео. Сегодня у нас утречком прошел дождь, прям такой хороший ливень прошел. И немножко сбил температуру. Я сейчас иду в садик за Настей, везу ее на тренировку. Но хочу вам сказать, 28 градусов сейчас, а вчера было в это время 38. Конечно, небо и земля. Хорошая сейчас такая погодка, температурка комфортная. Вот, так что, должен был дождь сегодня идти целый день. Там вроде какая-то пауза, и потом в 2 часа дня должен был дождик опять пойти. Но не пошел. А я заглядываю в то и дело в Яндекс.Погоду, смотрю. Смотрю, дождик отодвинулся. На 4 часа, на 5 часов. Был, должен был быть 4 капли, потом 3 капли, потом 2 капли в 5 часов. Но вот сейчас я вышла из дома 5 минут 6. Я не вижу таких туч дождливых над головой. Облачно, да. Хорошо, что солнышко не палит, просто классно. Пойду прям кайфую. Вот много ли человеку нужно для счастья? Просто нормальная, адекватная погода. Не аномальная жара, не аномальный холод. И все, все, класс. Пошла через дорогу. В общем, иду, девочки, наслаждаюсь погодой. Прям комфортно. Обратно буду ехать, еще комфортнее будет. Будет еще ниже чуть-чуть температура. Но, как видите, солнце не светит, никуда ничего не печет. А я зонтик взяла на всякий случай. Я вообще с утра думала, что мне придется под сильным ливнем идти. Но я уже была рада и ливню, честно говоря. Думала, ладно, пойду под ливнем, пойду. Реки будут течь, воды. Но пусть они текут. Ой, я прям рада. Честно говоря, казалось бы, мелочь, да? Вот что человеку надо. Выключили свет, потом дали свет, все. Счастье, радость привалила. Жара выше 38-39 градусов была, да? И снизилась немного уже лучше, уже хорошо. А снизилась еще чуть-чуть вообще просто приотличнее. В общем, короче говоря... Ой, классно. Раньше тут не было забора, школа. Здесь мои дети учились. Сделали забор. Я смотрю, там елочки, травка. Все, все хорошо. Вот. В общем, короче говоря, иду по-быстренькому. Сегодня я... Ну, в общем-то, нормально вышла из дома, но... Думала, чуть раньше выйти, но... Хотела досмотреть влог дочки. Я смотрю. Просматриваю влоги дочки. И других там еще влогеров. А еще что же я хочу сказать, что время, время... Вчера целый день, сегодня... В общем, присосалась я к этому сериалу рассказ «Служанки», да? Я вам говорила. Да. И, в общем, я смотрела три сезона на Иви по подписке. Потом смотрю, сюжет вроде как не закончен. А три сезона закончились. Я зашла в интернет и увидела там, что там четыре сезона. В общем, на компьютере я просмотрела четвертый сезон. Начала вчера вечером, сегодня закончила. Для этого я даже подписалась на Винг. Но у меня приложение Винг не установлено на Smart TV. Я не знаю его, как туда скачать. Надо будет поинтересоваться. И, в общем, закончила я просмотр четвертого сезона. Думала, что наконец-то все там закончится. Но, судя по сюжету, там не все закончилось. Судя по всему, должно быть еще продолжение. Но будем ждать пятый сезон. Но, скорее всего, он будет не скоро. Если даже четвертого сезона на Иви по подписке нету, Ну, тогда, значит, следующий будет не скоро. Ну, да ладно. Найдем что-нибудь другое посмотреть, да? Ну, меня, честно говоря, зацепил этот сериальчик. Зацепил. Круто закрутили сюжет. В общем, интересно. Мне было интересно смотреть. Все. Ну, завтра будет время. Может быть, поищу что-нибудь еще. Сегодня у меня времени не будет. Монтировать мне надо будет. Сегодня, может, вечером или завтра утром пораньше посмотрим. В общем, сначала нужно делать дела, свою работу. А потом уже развлекаться сериальчиками. Так, выпускаем машинку. Так, ну все, девочки, побежала я дальше. Не буду забалкивать вас так сразу. Это обычная полосочка такая. Здесь брелочек. Всем привет. Всем привет. Пойдем. Как у тебя сегодня день прошел? Хорошо. Ну, сегодня, а как вы думаете, не думаете, мы не были бежать. Мы сегодня не были с этими очками. Мы нам говорили, что мы там по пятницам вроде будем эти очки одевать. Ну, и каждый день, понятное дело. Ну, вообще так, с кем-нибудь еще? Новые друзья появились у тебя? Да. Я половиной группы познакомилась уже. Одного зовут... Одно зовут Лиза, другую Саша, другую Даша, и еще одну зовут Настя. Как меня зовут Настя. А что у вас было на ужин? На ужин у нас была манная каша. Ты съела ее? Все? Да. А ужин-то когда? Ну, ужин-то последняя еда. Да, у нас была манная каша. Кто любит манную кашу, поставьте лайки. А кто не любит манную кашу, тоже поставьте лайки. Наши пожелания. Так, мы с Настей любим манную кашу, да, Настя? Мы лайки ставим, короче. Ой. Все, идем на тренировку, да? Да. Все. Тренировка, как всегда. В общем, все хорошо, да, в садике сегодня? Что-нибудь новенькое, интересное было? Есть что рассказать, поделиться? У меня нету, чего рассказать, но у меня есть одна идея. То есть, не идея, а рассказы. То есть, когда мы были в садике, там сказали, что кому-то будет делать манную кашу. Я сказала, а кому будет делать манную кашу? Сказали, что всем будет делать манную кашу. А я в первый раз в этом садике делала манную кашу. Тебе сделали тоже, да? Нет, мы еще не делали. Первый раз сделаем. Ну, понятно. Девочки, уже вечер, полдевятого вечера. И я смотрю, там молнии, молнии, прям одна за другой. Ну, и дождик к нам приближается. Я уже слышу, по-моему, капает что-то на улице. Ну, небо прям там полыхает, прям конкретно, да? Зорница такая. Наверное, к нам сюда сейчас как приблизится, как начнет тут сверкать и громыхать. Ну, вот он, долгожданный дождь. Дождались, долго ждали его, да? Вон, какой небо. Всегда интересно, любопытно смотреть на молнии, да? Такое какое-то явление природы уникального. Хочется снимать и снимать, но могу остановиться. Вот такая молния, прям, сильная была. О, как свыкает, да? Но я так рада дождю, честно говоря. И сразу воздух такой, воздух, запах дождя пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, посмотрим, что будет сегодня. Ну, в комнате душновато. 29. Открыла все окна двери. Хотя я спала с открытыми окнами. Так, с форточками открытыми. В общем, короче, классно. Классно прям. Птички поют. Все помыто. Классно. Пришла соседка. Сейчас будем кофе пить. Ну что, девочки, вышла я, иду в садик. В общем, утром дождь прекратился. И на этом все. Ну, земля еще влажная. Но сегодня поменьше. 30 градусов более-менее терпимо. Так, я пошла сейчас параллельной аллейкой. Где людей мало. Но тут зато музыка и уки-палки. Так, прошли мы это местечко. А то, знаете, музыка мало. Или, может, авторские права там забанят. Что я хотела вам сказать. Хочу ответить. Полный... Полный дать ответ на вопрос. Написала мне, ну, даже не одна подписчица. По поводу того, что вы когда ложитесь спать. А чего вы не выключаете телефон. Вот одна написала. Я вырубаю телефон, звук, убираю. Горяю, оно все синим пламенем. Девочки, скажу я вам, что... Ну, есть причины вот так не делать. Например, если... Конечно, если у вас там нет детей. Как бы вы ни за кого не беспокоитесь. Ну, конечно, это классный вариант. Вырубите все право. Чтобы никто не беспокоил. Вот. Но... Во-первых, может быть какие-то... Могут быть форс-мажорные обстоятельства. Ну, вот одна девушка написала, что... Выключила как-то телефон. А в это время ей звонил отец. А у него случился пожар. Ну, вот пожар. Или могут быть другие обстоятельства. Например, у Дэни в садике мой номер телефона как второй запасной номер. То есть, если... Вдруг... Ну, бывает же, вот ребенок там... Живот заболит, температура может подняться или еще что-то. Звонят родителям, да? Говорят, заберите ребенка. Он заболел. Если они не смогут дозвониться к маме. Второй телефон мой. Также у моих детей вот... Ну, как-то вот дочку стукнула машина. Еще когда Дэни только вот маленький-маленький был, родился. Кто смотрит ее канал... Ну, те, может быть, помнят еще такая была ситуация. Она позвонила, мне попросила приехать срочно. Потому что, ну, ДТП, понимаете, там пока разбирательство то и да сё. Но тем временем нужно было, чтобы ребенка там я забрала. Ну, в любом случае, бывают, в общем, разные ситуации. Ну, поэтому я человек беспокойный, неспокойный человек, ответственный человек. И я переживаю за своих детей, внуков. Поэтому я не могу оставаться не на связи, да? А при том, что мои дети тоже за меня беспокоятся. Если они мне звонят и не могут дозвониться, они начинают за меня волноваться. Мало ли что. Я живу одна. Может быть, плохо там стало или еще что-то, да? Ну, то есть всякие обстоятельства бывают. Поэтому мы друг за друга беспокоимся. И мы всегда на связи. Ну, ночью, понятное дело, что никто не звонит из этих банков, там и так далее. Не предлагают ничего. Работают это днем. И, кстати, по выходным тоже заметила, не звонят. Если я отдыхаю днем, ну, как правило, знаете, я бывает хочу спать. Вот не выспалась там, да? Днем бывает хочется вздремнуть. Ну, вот, например, я сегодня пыталась днем вздремнуть. Мне это не удалось. Чушь, я буду выключать телефон. Если у меня нет гарантии, что мне удастся поспать. Это, как правило, бывает, знаете, так. Я смотрю-смотрю какой-нибудь скучный сериальчик. Где там нудно, монотонно говорят. А потом просто глазки закрыла, раз и уснула. Это происходит случайно. И все. Вот поэтому я и не выключаю. Ну, и вот, кстати говоря, если у кого тоже вот такая, да, ситуация. Вот напишите мне в комментариях. Мне интересно, кто выключает, кто не выключает, по каким причинам. Мне вот интересно, сколько людей, таких, как я, которые не выключают телефон, лишь только потому, что волнуются о своих близких. Ну, из-за которых тоже близкие волнуются, соответственно. Что еще хочу вам сказать. Досмотрела, девочки, я этот сериал. Четвертый сезон. Я не помню, уже говорила или нет, но скажу уже. В общем, четвертый сезон досмотрела я. Это рассказ Служанки. Но, судя по сюжету, это не конец фильма. Я думаю, что там будет продолжение. Пятый сезон. Там по-любому должно быть продолжение. Как бы история не окончена. Но, пока снимут пятый сезон, неизвестно, когда он выйдет. Пока что, я так поняла, что в этом году только вышел четвертый сезон. Ну, будем ждать, когда будет пятый. Мне все-таки интересно, любопытно, чем же закончится вся эта история. Вот. Ну, а сейчас, пока я пробую другие сериалы смотреть. Вот я сегодня днем включала несколько разных там сериалов. Ну, либо уже оказывается, что я его видела, либо не зацепил. То есть, я их даже не досматривала, просто выключала. В общем, в итоге, пока что я в поиске. Так, ну все. Интересно, что Настя нам сегодня расскажет по поводу того, насколько интересно был сегодняшний день. Хорошо ли она провела. сегодняшний день в садике, да? Всем привет! Сегодня был очень хороший день. Я познакомилась с одной очень силой девочкой. Если меня смотрит эта девочка, тогда я передаю привет. И еще хочу сказать, что мы хорошо повеселились. Что сегодня новенького было? Сегодня? Сегодня новенького я увидела, что все уже дети ко мне стали хорошо относиться. и так мне было весело. Мы там играли, что-то там песни. Уже со всеми подружилась, да? С половиной группы. Ну, как бы совсем. А что остальное делает половина? Пока ты с этими подружилась, а те что? Они вообще к тебе не подходят, не общаются? Да, я уже вот с такой половиной познакомилась, а осталась только вот с такой половиной. Ладно. Ну, по крайней мере, у тебя уже появились друзья, и это хорошо. А знаете, как мой подруг зовут? Нет, конечно. Откуда нам знать? Диана. Как? Диана. А, хорошее имя. Спасибо. А еще одну подружку мою зовут Диана. Так, пойдем. Так. Вот. У меня на тренировке есть подруга Диана. Есть еще в садике подруга Диана, только ей 7 лет. А мне всего 6. Кому 6 лет, заставляйте лайк, потому что 6 лет это очень весело. Ну и 7. Потому что 7 лет ну, ты ходишь в садик, и 6 лет наслаждайся целый год с садиком. Потому что ты там спишь, играешь, еще что-то. Да, это у вас отдых, можно сказать. Прямо курорт. Поспать, поиграть, покушать, погулять, все хорошо, да? А вот это вот школа, это где-то там? Ну, школа начнется, начнутся уроки, надо учить, что-то писать. Мне еще 2 года до школы. Почему 2? В следующем году пойдешь в школу уже? Нет. Ну, тебе уже 7 исполнится в следующем году, пойдешь в школу. Еще годик. 7 лет, как бы, я чуть-чуть в садик. Ну, еще годик ты, в общем, в садик ходишь, а потом школа будет. Так что наслаждайся садиком. Бабушка, жаль, что ты работал. Ты бы была такого же роста, но ходил, если бы все люди были такого же роста или еще-то, или еще, и они ходили в садик. Это была просто бомба. Ну, я не работаю, я на пенсии дома, но я-то уже взрослый человек, в садик только дети ходят. Это привилегия детей ходить в садик. А взрослые уже... А есть взрослый садик. А знаете что? Сегодня у нас там в садике есть один мальчик. Марик. И сегодня, когда мы ложились спать, нам наша воспитательница рассказала такую историю. Такого лучше не делать. У нас в садике Марик очень такой вредненький. И он каждый раз в ясеньке, не в ясеньке. Он все равно себя ведет не так. И сегодня позвонили в детский дом. И потом сказали, мы... Тут у нас мальчик, который в садике себя ведет плохо. И мама с ним не может там разобраться, как это, что это. не может с ним делать-то хорошим. Она только делает по-плохому. Потому что он себя ведет плохо. И вот. И еще сказали... Еще сказали в детдоме, что мы спросим у мамы, соглашается она в детдом. Еле нет. Если маме не говорили Марику, тогда послушайте меня. И тогда подпишите. Если вы напишите нам лайки, поставите на кнопочку, значит, вы согласны его отправить в детдом. А если вы не поставили кнопочку и лайки, значит, мы его не отправим в детдом. В общем, сочинительница. Ты прям целый рассказ сейчас сочинила. Это такое, знаешь, сочинение. На ходу идет и сочиняет. Я не сочиняю, это правда. Ты мне про садик расскажи. Хочу больше знать, что вы кушали сегодня. Ну, когда? Ну, сегодня вот что вам давали? На обед, например. Мы на обед кушали сук и компот. на второе нам давали яичко и капуста. Ага. Так. А на ужин что ели? Ужин? Ну, или на пловник. На пловник? Нам давали перед прогулкой сейчас. Перед прогулкой перед 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 А, перед прогулкой? Ну, я же говорю. Нам давали капусту и яичко. Угу. Понятненько. Все, прекрасно. Ладно, дома-то дозакончим, да? И вы посмотрите. Какой мы фильм будем сегодня смотреть? Это будет очень просто. Настя сочинительница, я уж не перебивала, а то вы меня ругаете, что за Настю я перебиваю. Сочиняет на ходу. Расказчица. Мы только расстоящему не поклонили в детдом. Ну, понятно, ладно. Ладно, верю, верю. Так, ну что, а мы сейчас идем домой кушать мороженое будем, да? Все, пришли мы домой. Настюше я мороженое, как обещала, дала. Мы включили продолжение красной шапочки. Смотрим. Ну, и все, отдыхаем. У нас сегодня на ужин куриная котлетка, пюрешечку сделала, помидорчик. А потом я тебе дам еще, если захочешь, пирог с маком, есть у меня, вкусный, и компот. Не захочешь пирог, есть любимое твое печенье. Вы знаете, что, кто любит куриную котлетку, оставляйте лайки. Угу, ты уже говорила сегодня про лайки. Давай картошечку дуй, она горячая. Аккуратненько кушай. Все, приятного аппетита. Спасибо. Девочки, я вам показывала в прошлом видео, да, вот я покупала вот этот вот рулет с маком. Смотрите, как много мака здесь вообще. Вот как он выглядит в разрезе, очень вкусный. Я его беру уже не первый раз. Это беру в том кущевском магазине, вот, где, рядом, где Настя тренируется. И котлетку вот Настя кушает куриную. Я взяла куриную первый раз, а до этого я брала свиную. В общем, они обе вкусные, куриная и свиная, как будто домашние. Девочки, арбузы у нас уже по 28 рублей за килограмм. Настя рулет не захотела с маком, мак ей не понравился. Поэтому, Настюля, с удовольствием, да, я только сказала, будешь арбуз? Буду, давай. Знаете, я когда на тренировке по, там, дынька, там, арбузик разложили, и я там съела три арбузика, четыре дынки было. Очень не знаю. Ну, бери. перед уходом я съела дынку. Не, бери тарелочку, давай, садись там и над тарелочкой кушай. Вкуснятинка. Только он еще холодненький, поэтому так, а мы уже досмотрели этот, красную шапочку, да, и у нас сейчас включили, что мы включили, подключение буратино, буратино будем смотреть. Мы лежим, поели, лежим, смотрим буратино. Поели, поели. За Настюлей сегодня скоро уже придут родители, поэтому мы решили с вами попрощаться, да, Настя? так. Вот. Ну, что ты хочешь на прощание сказать? Я хочу всем сказать пока-пока. Всем пока-пока, до новых встреч, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и все, прекрасно провели мы время вместе. Всем пока. Пока-пока. никогда не получится , пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok